Подождите, я убираю стресс, школа началась, всё плохо или хорошо, напиши в комментариях. Ладно. Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет очень крутое видео, как по мне. Ну, как минимум, я очень рад этому видео, потому что обожаю шопиться. Я вам всегда показываю свои покупки для слаймов, но сегодня у нас не это. Сегодня у нас... Шедевральный Back to School и... Смесь эффекта? Back to School, чек. Единственное, что меня каждый год утешает перед школой, так это то, что я набираю кучу милой канцелярии. Помню, в 2015, 2016 и 2017 годах я всё заказывала на Алике, и ко мне это шло просто месяцами. Поэтому я заказывала всё в мае, если не в апреле, оно ко мне приходило, дай бог, к сентябрю. В том числе и рюкзаки, и даже стикеры. Вот такие вот посылочки у меня даже были, это просто был кошмар. Всё терялось на почте, но... С 2018 года всё, слава богу, поменялось, и я переехала в Санкт-Петербург, и тут есть чудесный магазин, в котором всё наимилейшее и гораздо круче и качественнее, чем на Алиэкспрессе. Ну, а я вам покажу свои покупки к школе. Итак, так как я на домашнем обучении, я не знаю, будет ли это весь год, я очень надеюсь, что нет. Возможно, просто ещё нормально не поставили расписание, но, короче, сейчас я хожу в школу, буквально на 2-3 урока. Ну, и я решила, что рюкзак мне не нужен. А я как раз-таки в этом чудесном магазине увидела вот такую папочку, то есть вот тут вот замочек есть, молния. У него классный рисунок, она чёрного цвета, я выбрала такую, и также здесь вот такая вот ручка. Я посчитала её очень удобной, и она действительно удобная, действительно, вот у неё 2-3 урока вмещаются просто прям идеально. И мне лично такой вариант подходит, я, ну, не знаю на самом деле, подойдёт ли она тем, кто просто ходит в школу. Конечно, сюда не запихнуть 7 уроков, то, что у нас бедных детей заставляют таскать в школу. Потом моей бабушке очень понравилась такая сумка, и она купила себе тоже такую, только с другим немножечко рисунком. Ну, а я уж тоже не сдержалась и купила себе ещё одну такую сумочку, то есть она вот точно такая же по типажу, только она уже прозрачная. Тут есть рисунок с бананами. Ну, и, короче, она мне тоже понравилась, поэтому вот у меня теперь есть 2 вот такие сумочки. Кстати, вот эта гораздо тяжелее, чем вот эта. А ещё эта была дороже, а эта дешевле. Так что эти 2 сумочки прекрасные в этом году у меня будут, ну, по крайней мере, на первый месяц уж точно заменой рюкзаку. Долго я очень рассказывала про этой сумочке, давайте дальше. Покажу кое-что не из школьных принадлежностей. Шикарная маска. Ну, как маска, блин, как она называется-то? Ободочек такой с ушками. Мне кажется, мне идёт. Можно я так останусь вести всё видео? Сейчас я её как-нибудь красиво одену и буду в ней вести видео. Мне кажется, что так круче. Нет, серьёзно, я реально останусь вот в этой маске. Не знаю, как вам, но мне она нравится. Так, дальше мои покупочки. Это вот эта штука. Я вам показывала её в начале видео. Она, короче, такая подушка, чтобы не укачивала в машине, в самолёте и так далее. Мы искали просто давно такую. То есть, смотрите, я, например, на неё нажимаю, а она как сквиш и возвращается на эту форму. У меня такая подушка для именно того, чтобы спать вот на кровати. И она мне очень нравится. И вот эта штука тоже. Палочка-выручалочка такая. Плюс она ещё и красивая. Так, ну всё, теперь уж точно возвращаемся к канцелярии. Следующее, это вот такой шикарный пенал. Мне он действительно очень сильно нравится. Он большой, вместительный. Тут вот такой вот просто замок. Он огромный. Что молния, что сама собачка это. Короче, пенал шикарный. Тут также есть помпончики. Он прозрачный. Внутри у меня вообще лежит старая канцелярия с прошлого года. Тут ручки цветные. Ну как, две цветные ручки. Оранжевая и зелёная, там, для русского языка. Линейка, старый корректор вот такой вот. Надо его закончить просто. И ластик. И всё. Вот такую вещь я заказывала на Алиэкспрессе ещё пару лет назад. Но она ко мне просто тупо не дошла. Точнее нет, она дошла. Но вот эта штука была поломана. А эти штуки вообще не клеились. Так вот, я нашла то же самое. Это такие вот, я думаю, вы знаете, такие закладочки. Только они как скотч в рулоне. Их можно в любом месте оторвать. Это очень удобно для каких-то там заметок. Что-то выделять, подчёркивать. Короче, вот этому я ставлю реально лайк. Маркеры-выделители, я без них, честно говоря, как без рук. Особенно на уроках истории и общества знаний. Вот это вот всё, где много определений. У меня были подобные маркеры-выделители из фикс-прайса. Но такой же набор, примерно из фикс-прайса, стоил 51 рубль. И они быстро засохли. А ещё эти маркеры очень вкусно пахли какими-то конфетками. А эти стоили 179 рублей. Надеюсь, что они будут служить мне гораздо дольше и тоже вкусненько пахнут. Сейчас, кстати, проверим. Да, они тоже вкусно пахнут. Жёлтенький пахнет лимончиком. Оранжевый апельсинкой. Зелёный шампунью. Ну, наверное, яблоком предполагалось. Предположим, что так. Розовенький. Клубникой. И синий какими-то тоже ягодками, типа черники, ежевика. Только жалко, что тут нет фиолетового цвета. Собственно говоря, да, вот такие конфетки, они отправляются ко мне в пенал. Ну, я без корректоров просто нормально писать не умею. Я не знаю почему. Наверное, я просто привыкла там, типа, ошибиться и пофиг зачеркнув всё равно корректором, и всё будет нормально и красиво. Ну вот, вы видели, у меня там незаконченный корректор вот такой вот. Он, кстати, тоже был из этого магазина. А тут я купила такой же вот, только чёрный. Написано, don't worry, it's ok. Кстати, с надписью it's ok у меня был дневник. Но я его купила перед тем, как прийти в школу, то есть где-то 30 августа в прошлом году. И мне тупо сказали, нет, такие дневники у нас нельзя. Всё. Я такая, типа, чё? И вот такие корректоры, они маленькие, они удобны тем, что я, если поменяю вдруг пенал, и он у меня будет не такой большой, а маленький. Ну, у меня есть много маленьких пеналов, потому что мне захочется поменять. Так вот, и туда такие маленькие корректоры будут просто идеальны. Плюс они очень мило выглядят. И в общей сложности вот в этих корректорах 32 метра. Вот это сама полоска корректора. А в этом большом 6 метров. Поэтому эти стоили 249, а этот 79. Моя любимая это ручки. Ну, во-первых, ручки у меня находятся в таком вот стаканчике. Я не знаю, напугались вы или нет, вам же всё равно, вы сидите за экраном. В общем, это такой стаканчик для ручек. Он голубого цвета, тут внутри блёсточки, водичка. Обожаю его, честно говоря. Ну, а ручки тут у меня вот такие вот. Вот такой вот рыбий хвост. Она очень красивая, и плюс ей удобно писать, и она хорошо пишет с синей пастой. Дальше я купила маркер, чтобы рисовать вам сигны. Он не чёрный, он браун, коричневый. Но это всё равно тёмно-тёмно-коричневый, поэтому подойдёт. Чёрного маркера там не было. Также теперь у нас идут ручки. Вот такая вот просто супер-пупер няшная ручка. Одна с единорогом, но не просто. Смотрите, она ещё и светится. И это максимально мило, как по мне. И я такую ручку, ну, буду носить с собой. Я даже не проверяла, как она пишет. Посмотрим. Она чёрная и гелевая, но я обычно такими ручками и пишу. Ещё вот такая ручка. Тут ананасик, но она такая простая, но при этом стильная и красивая. Три ручки-пампошки. Я вам говорила во влоге с Марией Омайгад, как же я их сильно люблю. Я их уже покупаю. Не знаю, это, наверное, уже 12-й ручки за всё время. Они прямо вот уже второй год в этом магазине есть. Я их всё время покупаю. Они достаточно долго пишут. Хорошо, синий пастой. Плюс помпончики пахнут какими-то вкусняшками. Поэтому обычно в уроке я такая сижу. А вот эта ручка не дожила до обзора. Она даже не дожила до дома. Я её, ну, как бы пробили мне её на кассе. Я пришла домой, достаю её из пакета. Вы думаете, это нет, это не просто тупо белая ручка. Тут должен был быть вот такой вот барашек. Чтобы вы поняли, тут такая мордашка торчит и помпончик. Но он отвалился. И мне теперь ещё и надо её чинить. Тут, короче, такая непрочная цепочка. Я починила, только теперь надо вот это колечко ещё загнуть. Она опять сломалась. Короче, ладно, потом разберусь. И самое трудное, и самое долгое, и самое, наверное, дорогое, что у меня тут есть, это тетради. Тетради до ужаса много. Они ужасно тяжёлые все. Сейчас буду вам показывать всё по очереди. Просто, чтобы вы понимали, их тут очень много. Но они все красивые. Вот такая тетрадка, очень красивая, голубая, с золотой надписью Hello. Эта тетрадка у меня на английском, на английский. Relax No Drama с альпакой. Это я не знаю, для чего тетрадка, просто такая вот в линейку. Безумно красивая тетрадка. Не знаю даже, куда её применить. Она толстая и красивая. 450 рублей стоило Be Awesome Today. Очень красивая тетрадь, и я её использую для истории России. Она реально очень красивая, стоила 179. Ой, тетрадка вообще отдельный случай. Тетрадка не для учёбы, а для того, чтобы рисовать вам сигны на трансляциях. У неё обложка просто потрясающая. Она прозрачная. Сейчас вам покажу. Вот, то есть вот такая вот обложка прозрачная. А внутри вот такие вот листики, точку. Мне кажется, удобно будет рисовать сигны в ней. И она стоила рублей 379, что-то такое. Следующая тетрадка. Очень красивый этот рисунок, тоже в линейку. Такие тетрадки у меня уже были подобные. Такой же, кстати, дизайн у меня был в прошлом году. Это какой-то новенький дизайн, стоила 65 рублей, и она в полосочку. Очень красивая тетрадка на мраморном фоне, на которой написано ноутбук. Она, кстати, в клеточку. Ещё одна ноутбук, тоже в клеточку. Точно такая же, только с другой обложкой. Очередная тетрадка в линейку. С такими вот мишками и китами. The life is beautiful с котиками за 70 рублей. Ice cream, have a nice day. В линейку очень красивая и яркая обложка. Мне нравится. С единорожками. Единорожки с рогами из мороженого. Work hard, play hard. Стоила 99 рублей в клеточку. Стоила 99 рублей с пальмами в клеточку. Та же самая цена, только с ленивцем в клеточку и чёрная. Неужели мы с вами дожили до последней тетрадки? Она, кстати, такая чёрная, и на ней написано с серебристыми буковками Life is Wonderful. О, вау, мой английский так хорошо. Стоила тоже 99 рублей. Фух! Ну что ж, и на этом данное видео подходит к концу. Back to school check. Я очень надеюсь, что вам понравились все мои покупочки к школе. Кстати, наверное, это была моя не последняя закупка к школе, потому что там каждые два дня, походу, появляется что-то новенькое. И мне опять придётся снова и снова приходить туда и тратить свои денежки. Каждый раз туда прихожу и трачу по 3-4 тысячи рублей. Ну что ж, не забывайте оценивать это видео пальчиками вверх, подписываться на мой канал, если до сих пор не подписаны. Если хотите увидеть, что я ещё куплю в этом магазине, то давайте наберём под этим видео 2000 лайков. Я думаю, мы с вами сможем это сделать. Конечно, если я ещё пойду что-то покупать, я обязательно для вас сниму, если наберёте 2000. Всё, не буду долго болтать, надо вас уже отпускать на просторы интернета. Ну, конечно же, смотреть два моих предыдущих видео, если вы их до сих пор не видели. Не забывайте, что есть в других соцсетях лайки, инстаграм и тикток, но в тиктоке я ничего не снимаю. Я есть в лайке, в лайке я активна, поэтому подписывайтесь и в инстаграм тоже. Кстати, в инстаграме вышли мои собственные маски. Давайте я вам их сейчас продемонстрирую. Первая масочка выглядит вот так. Вот тут такие вот тигрятки. Они очень милые. И вы сами знаете, что в лайке у меня стоит эмодзи тигра. И в связи с этим, как бы да, тут всё и так понятно. Наверное, я главная тигрица лайки. Вот, поэтому масочка специально для меня и моих любимых подписчиков. Поэтому обязательно переходи, подписывайся на мой инстаграм, и у тебя тоже появится такая маска. Снимай с ними свои сторис и отмечай меня, я буду вас репостить. А вторая маска моя просто любовь, потому что мне всегда не хватало такой маски. И сейчас я вам её тоже покажу. Ни у кого не было такой маски. Посмотрите, у меня нарисованы стрелки. А так как руки у меня растут немного не из того места, стрелки я нормально себе нарисовать не могу. Но благодаря этой маске мне даже не нужно мучиться. И портить своё лицо косметикой. И фишка этой маски в том, что тут ещё и вылетают такие пыльца-феи просто из глаз, когда ты моргаешь. Это очень-очень круто. Обожаю эту маску. Так что снимайте по две эти маски сторис, отмечайте меня. Я всех целую, обожаю, обнимаю. Знаете, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!